В три месяца этого года от ДТП пострадало около 400 человек. Областные министры уверены, большая часть транспортных происшествий из-за плохих дорог. Руководство областного Минтранспорта возмущено позицией глав муниципалитетов. В частности, в Новочеркасске латают дорожные дефекты так, что за последние две недели количество ям только возросло. Городская администрация до сих пор не заключила контракт на выполнение ремонта дорожных полотен. Вместо восстановления дорог в Новочеркасске действия администрации направлены на их разрушение. Иначе как вредительство это назвать нельзя. Донская столица лидирует по количеству дорожных ям. Несмотря на масштабные работы, 180 магистралей города по-прежнему непригодны для движения. До конца недели мэр города Михаил Чернышев обещал ликвидировать недоделки. Кроме того, около 30 муниципалитетов вообще не готовы к ремонту дорог. Часть руководителей просто, откровенно говоря, не выполняет возложенные на него функции. Неудовлетворительное состояние дорог – это не только зима, это не только погодные условия, это еще неразворотность чиновников. Глава региона уверен, телефон горячей линии ускорит решение проблемы. Теперь каждый житель области может сообщить информацию о дорожных дефектах. Губернатор ужесточил сроки сдачи ремонтных работ. До 15 апреля все магистрали области должны соответствовать нормативам, ведь даже центральные улицы Донской столицы далеки от совершенства. В Малиновского, на Стачках, даже на наших проспектах, на топовых улицах, на Красноармейской, даже в Ямы, даже на Садовой Ямы, везде. На Ставропольском, вот я езжу, по городу, вот это Станиславская улица, желательно, конечно, но где-то в плане есть ремонта этих дорог, ну, может быть, отремонтируют. Правда, в регионе есть и хорошие дороги, например, в Волгодонске. В черный список попали Ростов, Новочеркасск, Таганрог, Кашарский и Никлиновский районы. Если в муниципалитетах ситуация не улучшится, правительство будет ставить вопрос о ротации кадров.